Рад приветствовать всех на канале и в этом видео раскрою вам наиполезнейший рыболовный секрет о том, как приготовить ароматизатор для ловли карася, с которым можно забрать с водоема практически всю рыбу. Но конечно же этого делать не стоит, стоит лишь брать рыбу для еды, столько сколько мы можем съесть, либо же мы ловим рыбу для того, чтобы получить удовольствие от рыбалки и отпустить ее. Данную добавку, которую я сегодня приготовлю, я использую для приготовления насадок, также когда отвариваю перловку на карася, добавляю ее в качестве ароматизатора. Здесь все довольно просто, приготовить сможет каждый. На первый взгляд выглядит все как обычный ароматизатор укропа, но не все так просто. Здесь очень сложный сбор. Да, здесь присутствует укроп, корица, чеснок, база, на которой мы будем все готовить. Мы приготовим сегодня этот фирменный авторский ароматизатор. Он будет настаиваться довольно-таки долго, но оно того стоит, ведь это очень качественный трактант, который будет нам ловить карася. Его можно будет даже применить для создания бойлов и также добавлять в прикормку, но лучше делать из него насадку. Вот так выглядит уже готовый ароматизатор. Я не стал долго ждать, чтобы вам побыстрее тоже показать. Две недели. Вот такой вот концентрат получился. Жмых также не выбрасываю. Он идет в прикормку, так как он тоже очень сильно ароматизирован сейчас и будет очень хорошо работать в прикормке. Но и самостоятельно ароматизатор также будет применяться и в рыболовный сезон уйдет буквально за неделю. Долго он не задерживается. Кстати, то же самое можно делать не обязательно на пропиленгриколе, можно сделать на обычном масле. Но знаете что? На обычном масле вы просто будете ждать в два раза дольше. Если у вас есть это время, чтобы подождать в два раза дольше, например, не две недели готовить ароматизатор, а, например, полтора месяца, то, пожалуйста, заранее всегда можно его будет приготовить на масле. Такое же будет эффективное и рабочее. Единственное, что на пропиленгриколе оно пахнет чуть сильнее, так как все-таки пропиленгриколе это не масло и в нем быстрее растворяются все компоненты и отдают туда запах. Приступим к приготовлению. Для начала нам потребуется 20 грамм укропа. Укроп, конечно же, лучше всего применять семена, которые очень хорошо пахнут, но за неимением можно взять и обычный сушеный укроп. Также добавляем чайную ложку корицы. Можно взять чеснок сушеный, а можно взять чеснок свежевыдавленный. Буквально два зубчика потребуется на данное количество. Тщательно размешаем. Да, кстати, сюда же можно добавить пол чайной ложки морской соли. Итак, теперь все специи нужно залить около 80 мл пропиленгриколя. Тщательно размешиваем. Ароматизатор еще не готов. Его нужно перелить в емкость, которая имеет крышку, чтобы плотно закрыть. И на минимум две недели нужно убрать в теплое место. Я, например, ставлю прямо на батарею. Именно таким образом лучше всего он готовится. Но я стараюсь выдерживать месяц после месяца. Я полностью процеживаю данный ароматизатор. И переливаю в удобные емкости. Например, в такие вот банки, которые очень удобно с собой носить на рыбалку. Спустя месяц пропиленгриколь заберет все вкусы и запахи. Из укропа, корицы и чеснока. Нам останется, как я уже говорил, процедить. И также можно будет потом даже этот ароматизатор смешать с сахарным сиропом. Либо с глицерином. И будет вот такая штука. Был рад поделиться с вами этим ароматизатором. Не забывайте подписываться на канал. До скорых встреч на канале Авторская Прикормка. Авторская Прикормка 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 Авторская Прикормка